Вы знаете, в войне против Японии практически только было три стычки с гарнизоном. Когда мы перевалили через Хинган, спустились на восточную часть Хингана. Хинган что это такое? Это взгорье непонятно какого рода. Тут и горы, тут и пади. Там даже ни одной тропы зверей не было, чтобы из западной части ходили туда. Наши артиллеристы или танкисты пробовали вот так, чтобы идут, саперы взрывали вот эти скалы, чтобы туда. И куда-то скала прорывается, в бездну летит. Я лично сам как-то видел, что танки как-то зашли по другой стороне, а здесь падь глубочайшая, непонятно, дам пехотиншица мне пройти. Два танка, трос вот такой толщиной в руку, а этот танк, который здесь хотел, дали возможность, чтобы перетащить его туда как-то. Но я видел только, как трос оборвался, и танк завис только ствол вот так из состава и туда. И больше таких экспериментов не видели. Чуть-чуть взяли южнее, и только через неделю мы встретили первый заслон, когда уже тут с севера подтянулись, и застава конника. Мы утром спустились уже на ту сторону Квантунской армии, кухни тут развернулись, стали все. И вдруг кавалерия пчится на нас. Гальянное поле, и кто-то не разберет, кто-то. Рядом железная дорога была. Оказывается, Солуня шел, офицерский поезд эвакуировался. И вот он, мы раньше его пришли. Ну и тут сразу первая артиллерия, которая была, развернулся танк по паровозу. Они сразу выскочили и напереди, с горя такое было. Ну, куда ты денешься, у нас тут такое вооружение. Они видят, что не то дело. Развернулись, а гальян, поле кукуруза, и нас давай ножами крымсать. Автоматом не будет стрелять? Я в тебе не буду стрелять, ты в меня. А он столько наших, они подчеканили. И потом смотрим, развернуться на конницу. Все лошади белые, вот как облако какое-то мчатся. Это уже на заре, солнышко так. Тут команда сразу дается развернуться цепью на правую сторону, встретить конницу, огонь, и никто не стреляет. Жалко лошадей стрелять. Потом комментируют, что вы ждете, чтобы подавили лошадьми? Ну тут что, сынули, там пять или шесть лошадей осталось живо. И вот это первая стычка была такая вот. Это даже не лично. И потом к Даншахе мы подошли, там застава еще их не была. Но они уже к этому времени демерализовались, японцы. Они уже не такие японцы стояли. Уже они даже... Некоторые были гарнизоны, что Харакита дал капитуляцию, они командируют, что их расстреливали и продолжали воевать. Ну и это их неупрямство. 3 сентября, когда уже основательно, мы уже пришли в порт Артур. А личных вот таких контактов с японцами, потому что мы заходили из-за нелога, места, где японцы даже там и не думали базироваться, мы, только дикари, такие прошли. Японцы не ожидали удара? Нет, нет. Японцы, может, ожидали, но они не ожидали, что мы перейдем в Хинган. Я имею в виду, что с Хинганом ударили. Да, да, да. Никогда они не ожидали. Даже никакой укреплепной района, ни будки никакой, ничего не было. Вот застава эта конная единственная появилась, и то не будет испугалась. Почему? А основные японские военные действия были второй Дальневосточный и первый. Там они сколько жили и укреплялись. И укреплялись. Зоты, доты. Ну, все равно, как это ни как, территория маленькая, как укрепления не есть. Масса, масса двух фронтов, дорогой первого навалилась, что и авиация, нас, петляковцы, они могут разрушать не то, что они зовут, а там даже скалу взорвали. Вы знаете, японцы, японцы, они коварный народ такой, вот какой-то контакта, такого, я говорю, что не было, не представляю. Ну, они и фанаты, и непонятно кто. Когда пришли, вот, пленными они стали, они по Идайрену, и по Порт-Артуру ходили с красными знаменами, с песнями. Офицерам наши позволили даже холодное оружие носить. Офицер носил плену, погоны. Офицер дубасил солдат, как и в жизни. Офицер дубасил солдат, как и в жизни.